Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Крыму все-таки отдали 100 рублей. Как сообщает РИА Новости, Центробанк выпустит памятную купюру в честь возвращения Крыма. Номинал банкноты составит 100 рублей, тираж 20 миллионов экземпляров. В 2014 году Центробанк выпускал две посвященные Крыму 10-рублевые монеты. Не исключено, что будут выпущены другие памятные монеты, посвященные Крыму и Севастополю. Вообще символично, что для полуострова выбрали именно 100 рублей. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В нашем случае все наоборот. Инфопресс Гринпис установила солнечные батареи на крыше парламента Новой Зеландии. И произошло это отнюдь не по воле чиновников. Четверо активистов движения забрались на крышу здания и прикрепили там солнечные панели и баннер, в котором обвинили правительство в нежелании продвигать использование возобновляемых источников энергии, сообщает Russia Today. В связи с инцидентом власти будут вынуждены пересмотреть меры безопасности. И думается, новозеландцам тут можно смело попросить помощи у России. В нашей стране для подобных активистов существует уже не один отработанный сценарий. Владимир Путин и реалити-шоу, казалось бы, совершенно несовместимы, но это только на первый взгляд. Американский продюсер Марк Бернетт заявил о планах снять реалити-шоу о жизни мировых лидеров. Первым героем продюсер хотел бы видеть президента России Владимира Путина, пишет Голливуд Репортер. По словам Бернета, в шоу не будет армии и политики. Акцент в новом проекте будет сделан на людях, природе и животных. И ведь знает же, чем зацепить российского лидера американский продюсер. Российские власти теперь плюются от всего западного, однако, видимо, втайне мечтают жить так же. В своем титере главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов ретвитнул сообщение пользователя. Российские сенаторы проголосовали за парламентский центр, похожий на капитолий американских коллег. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс